всем здарова всем привет вы на канале гамбита здорово ребята вот и сегодня у нас будет хрёс вельх вот и в принципе команды на него типа чего начать чем продолжить какие команды вообще в принципе нужны и какие основные моменты есть на этом боссе для комфортно скажем так прохождение вот и пожалуй сначала разберемся типа самим боссом у него нет никаких типа плане особенных пассивок вот он проходится достаточно комфортно лайтово если у вас хватает типа каких-то статов каких-то бонусов но основные моменты это четвертая фаза первого этажа где он получает там что-то две с половиной тысячи связан с обороной характеристики вот и вот эта вся оборона 20 тысяч обороны умноженное на все вот этого дела во превращать его в прям что-то непробиваемое но раньше была пассивка что если мы ему не наносим урона нас накладывается очень лютое разъедание сейчас как я понял его убрали вот поэтому в принципе если мы не наносим кого-то урона ему на протяжении там какого-то раунда вот это уже ничего страшного раньше это было критично либо мы его должны были добить либо он добивает нас вот все типа это момент но все равно типа накладывает скажем так серый дебаф который отменяет нам весь хилл поэтому нужно быть аккуратно после третьего раунда и типа ультимейт по слабому месту это так же самое тебе нужно будет контролить дебафы по нам если мы не успеваем его добить за три раунда и он успевает собрать себе ультимейт вот но к этому вернемся позже вот хотя на самом деле зачем позже типа эту фазу пробивает карты от силового удара да силовые удары от пронзания вот это в принципе сарель это но в основном это зеленая брумгильда это офигенно зеленая брумгильда возможно еще красный сарель вот типа это два персонажа также типа амплифай дэмэдж это может быть рэм но это команда неизвестных тяжело вот в основном это темный мел но нужен определенный персонаж под темного мела для того чтобы типа хватало урона это мигельда синяя мигельда которая теперь если у нас ее нет с реликом то да вот если появится релик с учетом того что сейчас выдают реза на халяву вот с хрюсфельга но вот то можно в принципе собрать релик на красную либо синюю мигельду вот а потом дальнейшем просто синий мигельда играть здесь вот но это уже вполне дальше вот то есть принципе первый этаж ничего интересно второй этаж это вторая фаза вот это в принципе вот эта вот карта вот три с половиной тысячи дэмэджа и сто процентов отхил по всем героям нашим если у нас нет стойки но не просто стойки а стойка с провокацией то есть что все атаки шли на него то есть например стойка тарьми ля синего не не канает стойка например на ауфуме не кстати а стойка наおфуме она же канает. Да, потому что типа все атаки направлены на него. Стойка науфомик канает. Вот поэтому науфомича можно взять. Вот. Также типа стойка... Ну, в основном типа это стойка Матроны используется для начала персонажа, типа который будет вас хилить. Да. Вот. Это основной момент второй фазы. Ну, типа третья фаза тут желательно его шотнуть за один раунд. Но это уже в дальнейшем поговорим, потому что у него есть серые бафы. Но это поговорим при прохождении уже. Вот. И третий этаж. Ну, здесь на самом-то деле ничего нового. В плане пассивок, честно сказать, если у вас появится Мигель, да, пассивки вообще все равно, какие здесь есть. На самом-то деле они и так уже типа давно все равно, какие тут есть. Но вы можете присмотреть, типа какие лучше, какие нет. Вот. Для вашей прокачки, для вашего аккаунта. Вот. И в принципе давайте типа начнем собирать команду. То есть первое, с чего мы должны начать, пожалуй, если вы только начинаете, это Матрона. Я, манавиди. Вот. Матрона. Это основной персонаж, который помогает новичкам проходить. Ей не нужна особо большая прокачка. Ей нужен хпдфный сет. Возможно, линк Тармиэля, только не красного, а синего. Потому что красный Тармиэль вам заруинит игру. Я вам честно говорю. Вот вторую фазу второго этажа вы не пройдете, потому как сразу очень интересный момент в плане того, что вот эта вот карта, которая, я говорил, разваливает, промахивается, когда я в рах использую таунт. Но красный Тармель накладывает красный дебаф, который лочит синие вот это описание. И босс шотает нашу формацию, даже если у нас вся формация состоит из таунтов. Потому что банально, вот это вот все лочится красным Тармель. Потому что красный Тармель нет, типа линк синего Тармеля Матроне. И она, в принципе, будет нашим хилом до момента, пока у нас не появится Мигельда. Синяя Мигельда. Вот она появляется с реликвией. Все, шикарно, зашибись. Все просто, ну, типа, дальше уже просто идет автофарм. Как раз из-за Мигельды. Но пока у нас нет Мигельды, хил у нас будет обеспечивать Матрона. Вот. В принципе, если у вас есть маленькая Мигельда, ну, например, без релика, ее тоже можно поставить. Вот, сюда. Потому как она в этом плане очень хорошая. Вот. Она может похилить нашу формацию. Матрона нас дохилит. Мигель, ну, скажем так, Матрона может не полностью нас захилить. Но у нас есть хил, вот этот, от атаки, который, в принципе, может нас захилить и очень сильно. Вот. И тогда хорошо. Если нет Мигельды, Гаутер. Не, Гофтер, Гофтер, Гофтер. Да, вот. Гаутер. Тогда Гаутер. Но аккуратнее с ранхапами. Их здесь давать нужно аккуратно, потому что вроде как босс очень сильно агрится на ранхапы, поэтому с ранхапами нужно быть аккуратно. Или это не этот босс типа агрится на ранхапы, но все равно. Типа с Гаутером нужно быть аккуратным. Все же, наверное, типа его не стоит брать. Лучше попробовать поиграть через Мигельду. Но, кстати. Мигельда. Красная Мигельда здесь тоже может сработать. Но у нее хуже по хилу. У нее хуже по хилу, потому как она может хилить, когда снимает дебафы. А босс не всегда нас дебафает. Если да, дебафает, мы можем похиляться и увеличить связанность хп-характеристики просто от пассивки. Даже не надо доходить до реликвии. То есть просто от пассивки можно играть. Но босс не всегда кидает у нас дебафы, которые мы можем снять. И эта карта не всегда у нас в руке. Вот. Но все же, типа 30% и раш ультимейт арбов может он сработает. Вот. Но синяя Мигельда в этом плане мне нравится куда больше. То есть даже 1-6 синяя Мигельда без реликвии может зайти как раз вот эту вот формацию. Вот. Дальше. Нам нужна карта силового удара. Это Брумгильда. Зеленая. Она очень хороша здесь. Чертовски хороша. Вот. Даже типа в этой формации, например, последний типа это Мел. Это предатель Мел, но не с чистилища, а именно предатель. Это очень важный момент. То, что вот такая вот формация может проходить в принципе спокойно. У нас есть схил отсюда. У нас есть схил отсюда. У нас есть баф статов от Мигельды. То есть у нас есть таунт. У нас есть Мигельда. У нас есть ультимейт от силового удара. Что очень важно. То есть даже 1-6 ультимейт бьет кап на первом этаже, четвертой фазы. Там, где типа очень много брони. Вот. Также вот эта карта. Ее можно сохранить для того, чтобы она была в руке после ультимейта. Например, если вы за один раунд не убиваете, чтобы на втором, третьем раунде был какой-то дэмэдж. Ну вот. Это тоже типа может сработать. Так что с этой картой тоже типа аккуратнее приберегите ее на первый этаж, четвертую фазу. Ну это в основном типа для того, чтобы зафармить релик. Ну типа первый на Мигельду, потом остальное. Типа с появлением релика на Мигельду можно в принципе от Матроны избавляться и ставить еще какого-то дамагера. Например, Эсконора Светлого. Типа почему бы и нет. Ну вот. И Мелиода здесь уже на стаканы. Вот этой картой тоже по факту пробивает первый этаж, четвертую фазу. Нет, кстати, Эсконор. Очень классный выбор сюда, потому что в дальнейшем, когда вы уже зафармите релик на Мигельду, и когда у вас будет очень много дэмэджа, вы будете избавляться от Матроны. Потому что у вас много дэмэджа, у вас есть просто персонаж, который уже ничего не делает, потому что Мигельда будет вас захиливать полностью по КД. Ну вот. И мы от Матроны будем избавляться в сторону. Либо. Пам-пам-пам. Либо Светлого Эсконора. Ну, типа, в основном, типа, это Светлый Эсконор становится вот эту формацию, и все, команда просто огонь, разрывная. Вот. Либо же, либо же это Кьюзак. Но Кьюзак в основном идет, типа, в моей команде демонов. Вот. Это Кусак. Кусак. Вот. Но ультимейт должен быть 3-6, либо выше. Для того, чтобы вторая фаза, второй этаж, мы его зашатывали. То есть, мы не давали ему возможности скинуть вот эту карту, потому что у нас в команде нет стоек. А у него есть ревайв на этой фазе. У него есть кап урона. То есть, не больше 30%. Нет. Вот. Не больше 30%. То есть, 30-60-90-120. То есть, 4 атаки вносят ему демедж, но у него есть маленький ревайв, который нужно добить пятой атакой. А за раунд мы можем скинуть только 4 атаки. Поэтому пятая атака в основном и идет это либо палец Асканора, как последняя карта, либо ультимейт Кусака. Вот. Который тоже, типа, через бездну добивает этого босса. Остальные ультимейты от бездны, например, типа, ультимейт Римуру, не советую особо брать, если, конечно, не собрана чисто команда неизвестных. То есть, де-факто, типа, этого босса можно уже с реликом Мигельда проходить кем угодно. Мне нравится, типа, в основном, типа, это команда демонов. Это, типа, Кюсак, вот, потому что он пробивает фазу. Это Мелилдас и, кто бы вы подумали, это Эстароса. Сейчас, давайте его найдем. Вот. Это Синяя Эстароса. Это моя любимая формация, потому что тьма стакается на каждом этаже, на каждом боссе. Вот. Тьма увеличит наши базовые характеристики на 5%, с чем-то, что у нас 3 демона это плюс 15%, вот, до 25% базовых характеристик и до 50% до входящего урона по боссу. И это чертовски жирно. Но нужен 3 ультимейт Кюсака. Если нет 3 ультимейта Кюсака, мы можем использовать Чандлера. Проходят формации с Чандлером, она чуть подольше, но у нас будет таунт для того, чтобы не умереть на 2 этаже, 2 фазе, где, типа, нужна стоечка. Благодаря этому, типа, у нас появляется стоечка. И, кстати, благодаря тому, что у нас 3 персонажа синие, фокусится в основном мел, который вполне спокойно впитывает себе дэмэдж. Вполне спокойно. Вот. Но в дальнейшем, типа, можно менять его. Например, нет формации демонов, можно формацию архов собирать, можно формацию неизвестных собирать. Можно просто через Эсконора, например, там, типа, мела того же самого. И Фрейра, например. Тоже, типа, крутая формация. Вот. То есть, мы сюда ставим, типа, светлого Эсконора. Вот. Сюда ставим, там, типа, для стакинга, того же самого Фрейра. Ну, и все, играем. Кстати, один из тоже, типа, полезных персонажей на начале, когда вы только начинаете разгоняться на Хрисфельге, это Артур. Если вам не хватает плотности, выживали... Не так Артур? А как это называется? Ну, Арт. А, я, наверное, тогда неправильно написал. Зеленый Артур. Один из полезных персонажей, который может вам помочь, потому что он уменьшает входящий урон на 35%, увеличит входящий урон на 35%, если все живы. То есть, с Матрона, Арту, например, Мел, и там еще, типа, Брунгильда, либо Мигельда, вот, такого разряда, типа, тоже может помочь. Но Артур очень неуклюже, от него нет демеджа. То есть, вы будете долго проходить. Вот. Но... Но когда вы уже, типа, разгонитесь с реликвией Мигельда, Артур вам уже не нужен. Реликвия Мигельда полностью поглощает, типа, весь, скажем так, типа, демедж босса. Мы можем вполне спокойно играть. То есть, на данный момент, такой нюанс. Дальше, сеткарт. Сеткарт, какой очень классный на босса. Первый сеткарт, который нам предлагают, это Хрёствельк. Увеличивает исходящий урон наш по бестах при пятом уровне прокачки на 20%. Это мало. Это реально мало. Это самый слабый сеткарт на бестов, которые есть в игре. Вот. Второй по силе, это, понятное дело, Эксиурнир. Увеличивает базовые характеристики на 10% при максимальном уровне. Это круто. Это уже круто. Это сильнее. 20% до происходящего урона я тестил. Как на базе, так и, в принципе, то по плотности. Типа, это... Даже по атаке он лучше. То есть, 10% атаки со стакингом Мигельды, Мела и всего остального намного лучше, чем 20% до происходящего урона. Это проверено на практике. Поэтому да. И последний сеткарт, который у нас есть, понятное дело, это Волки. Ну, Волки, извините меня, типа, а что по Волкам? У Волкова это 15% вроде бы как. Связан с так характеристикой. Это дохрена. Это реально дохрена. И он намного сильнее, чем Эксиурнир, если вам хватает плотности. Все. То есть, в принципе, как 3 беста, так и 3 сеткарт. Все одно и то же. Ладно. А теперь давайте, типа, от, скажем так, от общения перейдем к практике. То есть, давайте возьму, наверное, типа, сеткарт. Хотя, блин, это немножко нечестно. У меня есть сеткарт, у вас нет. Наверное, я пойду сейчас просто без линков. То есть, я возьму атак-критующие сеты везде. Вот, такого плана. Все. Я в атаке-крите без линков. Попробую сыграть на вот такой формации. И, в принципе, по идее, как мне должно хватить. То есть, у меня есть... Кстати, Фрейер тоже помогает проходить вторую фазу, второй этаж через ультимейт, потому что у него тоже есть доп. урон после его тычки. Он может ударить в кап. Ладно. Я думаю, да, окей, хорошо. Я готов. Давайте попробуем прям сразу. Я не тестил на самом... А, блин, сейчас. Подождите, секунду. Вернулись. Вот. И да. Все, та же самая формация. Просто, типа, немножко освободил рюкзак. Он был забит по экипе. Ладно, давайте. Без линков просто, типа, четыре персонажа, которые сейчас, по идее, как должны очень хорошо гриндить босса. И если вдруг у меня не получится, я здесь ставлю такую, типа, срезку, что у меня не получилось, и я пошел на второй заход. Вот. То есть, вы сразу увидите, если вдруг у меня не получится пройти этой формации. Хорошо. Первый раунд я бы скидывал бы какой-то дэмэдж. Вот так, наверное. Я не знаю, еще не играл этой формации. Мне больше, типа, нравится команда демонов. Типа, из-за вот этого стакинга тьмы, которую он дает. И я надеюсь, сейчас не добью босса, потому что мне нужно здесь похилиться. Релик Мигельда позволяет это сделать. Да, нормально. Я получил еще стакк уменьшения, входящего в урон от мела. И не спешите по урону. Копите урон. То есть, копите, например, пальцы с Канора. Копите там в салатаргет мела. Типа, это очень полезная карта. Значит, что делает Релик Мигельды, почему он такой классный? В принципе, пассивка синей Мигельды, когда наши союзники хилятся по фу, до фула, получают 8%, вроде бы, как всех характеристик. Правильно? Да. И так 5 раз, на 5 раундов. Вот, Реликвия снимает с нас 1 дебаф, на нас, в принципе, есть 1 дебаф. И, в принципе, она автоматически накидывает этот бафчик. И если мы хилимся до фула, то еще 1 бафчик. Если нас там пробили. То есть, сейчас я получу 2 стака пассивки Мигельды, это уже круто. То есть, за 1 хил 2 стака, это чертовски жирно. Поэтому Релик Мигельды, типа, так сильно ценится. Дальше, я могу, в принципе, сделать вот так. Как-то так, и, например, Ауешку скинуть. Да, вот видите, первый накладывается, из-за того, что я похилился до фула, еще второй накладывается. Это 16% всех характеристик. Хорошо, пальцы Эсконора у нас, в принципе, есть. И я не знаю, типа, Эсконор без линка сможет пробить босса или нет. Вот это любопытно будет. Наверное, немножко переборщил, конечно, но... Кстати, здесь можно немножко вот так тебя порашить ультимейт Мигельды. Хорошо выходить на финальную фазу с ультимейтом Мигельды. Я, возможно, типа, скину ультимейт Фрейера на третью фазу, для того, чтобы быстрее забрать, потому что на третьей фазе босс нас снимает бафы, атаками, слотаргет. Вот, первая, вторая фаза, вообще нет ничего интересного. Вообще нет ничего интересного. Да, давайте, типа, здесь будем просто забирать, постакаем Эску. Ну, и как-то так, наверное. Да, стакаем Эсконора. Ну, по ринкам, понятное дело, есть Маэль, ставите Маэля. Там, типа, есть Сарель, красный, ставите красного Сарель. В основном, это, типа, два дамагера. Кстати, по поводу Линкад Армия, это, скорее всего, нужен сайт на Фрейера, потому что на второй фазе первого этажа будет фокуситься именно Фрейер. Вот, ладно, нам нужен еще хил. Давайте здесь, в принципе, скинем вот так, наверное, вот так, вот так, и я, возможно, еще... Не, хотя, в принципе, этого урона должно хватить. Я скину палец, не буду жадничать. Потому что у меня не шестой Фрейер. Да, и Мигель добьет очень мало из-за того, что нет Линка. Блин, а без Линка я пробью или нет? Ну, атаки у меня мало. Атаки у меня реально сейчас мало. Ну, 27 тысяч атаки. На самом-то деле, это маловато. Ладно, эта карта в любом случае выдаст кап. Дальше мы можем сделать как-то так, например, и атака мела. И я надеюсь, это пробьется. Заодно посмотрим первого-второго пальца. Уровня пальца с Канора, насколько они дамажат. Да, на первый палец что-то пробивает. Ну, 27 тысяч атаки. Это на самом-то деле маловато. 107. Ну, блин, он пробивает. СК пробивает. 148. Не кап, но тоже рядышком. Тоже рядышком. И от дамага от босса очень мало, потому что мы стакаем пассивку темного мела, пассивку Мигельда и еще много чего. Ну, фрейер вряд ли пробьет. Давайте просто выкинем. Вот так. И сделаем так. Да, типа, на фрейера линк-тармиеля либо синего, либо красного можно ставить вполне спокойно. То хотя бы фрейер не пробивает, и то спасибо на этом. Все, мы прошли первый этаж. То есть, в принципе, ничего сложного не оказалось. Эска может пробивать вот эту оборону, и это круто. Также ультимейт Мигельда и салтаргет имела. И я иду как бы без линков еще. Это очень важный момент. Ладно, второй этаж самый сложный. Потому как здесь будет дебафная карта и, возможно, два серебряных викпоинта по фрейеру. И здесь я уже могу откинуться, потому как стат у меня мало. Фрейер может очень быстро отлететь, и это плохо. А, ну, кстати, мне еще ультимейт фрейера, наверное, здесь нужен для второй фазы второй этажа, чтобы, типа, был какой-то демэдж. Поэтому я буду еще его ультимейт рашить. Вот, да. Да-да-да-да. Все именно так будем делать. То есть, можем, в принципе, сделать вот так. Хотя бы стакнуть пассивку мела на уменьшение входящего урона. Это важный момент тоже. Все, вигпоинт пошел. Да, типа, первый серебряный и фрейер может отлететь. Ладно, он у меня пока живет. Два серебряных, да, типа, это перезаход. Вот здесь точно перезаход. То есть, пока вы еще тоненькие, вам нужно пытаться обыгрывать. Инд красного тармеля здесь вот именно в такой формации без матрона. Он хорош. Инд там красного тармеля на фрейере. Это шикарно. Вот, потому как мы не будем бояться со второй фазы второго этажа с вот этой картой 3000 с половиной процентов урона по всем 100% отхил, потому что мы эту фазу просто шотнем. Вы скоро то увидите, как мы его шотнем. хорошо. Смотрим по картам. Ну, попробуем пережить. Я не уверен, что, конечно, я смогу пережить такой дэмэдж. Ну, посмотрим. Фрейер все же плотный. Фрейер все же типа, очень хорош. Да, он вот так крытущем сете. Ну, блин, туда линк тармеля наверное надо было сразу пихнуть и все, типа, не переживать. По поводу того, что мне там, возможно, не хватает плотности. Возможно, у вас нет линка тармеля. И сета особо тоже хорошего нет. Есть, мы выживаем. А мы пережили. Главное пережить первый раунд. Второй раунд ничего страшного. Он бафается два сло таргета, но мы снимаем дебаф. Мы через реликвию снимаем дебаф и в этом плане все очень круто. Можно, например, как-то так закинуть. Получаем ультимейт Фрейера и надо будет уже потихоньку закрывать фазу. Заодно можно еще немножко Фрейера похилить. Так что он у нас немного прокоцанный. Ладно, мы Фрейера похилим скорее всего через его ультимейт в следующую фазу. Блин, сколько же здесь на самом-то деле демеджа-то в руке? Хорошо, мы можем сделать вот так. Получить типа стак мела и повыкидывать все его ешки. Потому что сло таргета, ну, в принципе, сильные карты эсканора, мела нам нужно беречь под следующий... под следующий этажей. Кстати, да, когда вы добиваете босса последней атакой, атака очень сильно хиляет, потому что исчезает дебаф на уменьшение вампиризма 40%, поэтому последней атакой может добить и весьма неплохо отхиляться. Ладно, здесь у нас нет особо времени разлагольствовать. Я думаю, вот так урона нам хватит с головой. Я, возможно, даже лишний немножко скинул. Ладно, типа два пальца эсканора типа норм, тема. Да, я немножко лишнего скинул, в принципе, оно и так добило. Карта Мигельда ушла вообще в молоко. Хорошо, здесь нужно аккурат... Короче, в чем идея вот именно третьей фазы второго этажа? По уменьшению... по тому, как мы снижаем хп боссу, он получает дополнительные пассивки. Короче, первое снижение, то есть, первое, скажем так, 30% аз, которое вы снимаете, для вас безболезненно от слова совсем. Но карта у него неприятная. Блит инфект. Вот инфект нас пугает. Но карта Мигельда хил снимает как раз инфект. Это круто. Ну вот, поэтому здесь в принципе пытаемся его добить сразу. Как-то так. 30% вносит? подожди, продолжите. Вот, видите, два серых. То есть, первое 30% можно снимать вполне спокойно, не боясь. Вот дальше уже опасненько. Вот, особенно, когда вы оставляете боссу последний 30% аз, он вас шотнет. У него там слишком большой бурз атаки. Поэтому, если у вас не хватает урона, можете рестартнуть заход, зайти снова на эту волну, собрать ультимейт, накидать урона до 30%, но он там ничего вам не сделает. Вторые 30% вроде как похилиться до фла, поэтому нет резона. То есть, можно скинуть первые 30%, вот, насобирав там ультимейты на всякий раз, там, помержив карты мел, например, либо мигельды, собрал ультимейты, потом их скинув и получил какой-то дэмэдж. Потому что там останется добить, ну, чуть больше 70%. 78% в зависимости от того, сколько вы дэмэджа скинули. Вот, ладно, последняя фаза, я думаю, типа здесь, конечно, карты нас балуют, но у нас есть хилы мигельды для того, чтобы выйти на третий этаж полностью фуловыми. И по идее, как здесь нас босс и не должен даже и шотать. Да, дэмэджа у нас прям море. Дэмэджа у нас прям море. Ну, в принципе, так же самое будет и у вас, потому что я без линков сейчас. То есть, де-факто мои статы где-то плюс-минус будут, как у вас. Да, ультимейты, возможно, уровни ультимейта у меня будут намного выше. Но по плотности из-за пассивки мигельды, из-за реликами гельды, пассивки мигельды вас будут хватать с головой. Ладно, я думаю, мы скинем два хила для того, чтобы полностью выхиляться. Вот, палец эски и ультимейт мигельды. Хотя, наверное, все равно. То есть, видите, насколько много мигельда хилит? Это как раз из-за реликвии ее. То есть, вам хила будет хватать. Дефакто, вам будет хватать хила. Главное, чтобы хватило демеджа. Ну, как видите, одного пальца почти хватило. 212 тоже, кстати, кап выдал персонаж без линка. Ну, типа, в своем атак сете, но без линка. Ладно, последний третий этаж, как говорится, нет вообще ничего сложного. Основной момент пережить первый этаж и все, первую фазу. Дальше уже нет проблем. Ну, блин, 17, 16, 17, 19 тысяч атаки у меня, если что. Ладно, у меня бонусный сеткарт, но, блин, все равно, типа, у меня атака плюс-минус будет, как у вас. 20% до происходящего демеджа, это круто. Можно поставить, кстати, до того, как у вас появится сеткарт с бестов, хотя бы какой-то первый, поставить сеткарт Сигурда, который увеличивает 6% исходящий урон слой-таргет. Он тоже вам очень сильно поможет и он выдавался очень давно и типа, на халяву. Если у вас он есть, то ставьте и две карты там самые крутые по атаке. Если нет, то просто самые крутые по атаке либо по БК. Там уже решайте сами. Ладно, здесь основной момента просто, наверное, подстакаться надо. Знаете, скинем так, типа. Ничего сверх критичного. 17 тысяч. Урона нет. Урона точка нет. Ну, кстати, очень прикольная тема типа еще с юзаком, то, что типа у юзака есть контроль ультимейта и мне это очень нравится. То есть, сейчас он типа собрал ультимейт, будь у меня к юзак форматься, я бы уже истощил бы его шкалу при приема. Мне было бы абсолютно все равно. Блокада, кстати. А блокаду мы просто снимаем. Давайте посмотрим на демэдж, который мы сможем выдать сейчас. Да, тут у босса есть типа пассивка, потому что он уменьшает на 50% входящий урон от первого уровня карт. Ну, он-то чувствуется. Если бить второго уровня картами, то там типа урона будет уже больше. Блин, ни хил не зашел, это, кстати, очень страшно. Здесь мы можем, кстати, и закончиться. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Мне вот здесь нужен был бы еще один хил, тут лингтарми, или... Да, снова перезаход. Короче, сейчас будет уже момент, когда я нормально пройду, типа, нормально пройду хотя бы первый этаж. Ой, ну, типа, первую фазу. Окей, хорошо, это у меня получается третий заход на третий этаж. Вот, первый двоэтаж, я проиграл, потому что босс собрал ультимейт сразу, и я просто... Блин, он сразу снова собрал ультимейт, и я снова не выживу. Какая-то невезуха у меня с этими заходами. Ну, да ладно, может, мне по хилу Мигельды повезет в этот раз. Я не унываю, но, блин, у него слишком быстро собирается этот его гребаный ультраж. А мне не хватает плотности из-за линков. Ну, просто сильно не хватает плотности из-за линков. Но хочется именно сделать такой заход, типа, с персонажами, у которых лоу атака, вот, лоу хп, лоу атака, ну, вот, именно такого плана, типа, скажем, да, типа, как будут у начальных ребят, которые будут пытаться заходить. Кстати, у меня два хила. Я, наверное, сейчас даже два хила и буду использовать. То есть, я завязаю так, так, так и так. Вот. Это будет, в принципе, весьма неплохой ход. Я полностью захиляюсь, плюс у меня будет как можно больше именно стаков. Давай, хильнешь до конца? Не хильнулся. Все, уменьшение от мела мы получили. Мы получили по чистке пол хп. Дайте мне еще один хил. Черт. Как же мне на карту? Блин, мне зашло два хила и, блин, куча гребаных бесполезных карт прейера. Как хорошо, что, типа, на следующей фазе эти карты будут все удаляться, если я до нее доживу. Но я, кстати, уже выжил этот раунд. Это круто. Окей, хорошо, у нас есть эска. Очень хорошо сейчас чистим карту. Если мы добьем босса, это будет вообще шикарно. 224 тысячи. Кстати, мы можем добить босса и, надеюсь, мне сейчас выйдет снова карта хила. И мы дохилиемся. Отлично. Просто пережить второй раунд. Все, идем дальше. Мы уже, в принципе, разогнаны. Кстати, очень крутая пассивка для нас. Если будет хил, 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 блин, хила нет. Ладно, карты фрея сейчас все сгорят. Кренам сгорят. Поэтому можем их юзать. Это будет прикольная карта. Вот это будет прикольная карта. И, возможно, давайте скинем ультимейт. Я хочу, чтобы был хоть какой-то ультимейт. Тут, кстати, типа, идея в чем. Если мы добиваем Восса до 30%, его АЗ, он получает серый дебаф, который при атаке по нем, и когда вы его не добиваете, он истощает атакующего. Вот, вот этот дебаф. Но ультимейты не учитываются. Вот, то есть, вот этот дебаф, он неприятен. Очень неприятен. Но его можно катить ультимейтами, либо бесполезными персонажами, которые нахрен нам не нужны ультимейты. Фрера, кстати, будет сейчас карту удалять, и это очень круто. У нас очень хорошо почистила рука. И это, и это, и это. Спасибо. Спасибо, Нитхео. Фресфель, ты очень... Можно, в принципе, снова закинуть эту карту. Можно сделать... С учетом того, что... Так, у меня один, два, четыре стака, я скину вот эту карту, потому что она мне не нужна. Вот эту карту. И вот эти две карты, но эта карта мело точно добьет босса. Это не добьет босса, но он типа нас... А кто нам на него все равно? Это добивает. И если нам зайдет хил Мигельды, уже который раунд, я прошу, мы дохиляем, мы похиляемся. Это будет очень круто. Мы похиляемся, но не в этот раз. Ладно. Хотя, в принципе, палец Исканора можно оставить под следующую фазу. То есть, можно поскидывать вот это, вот эти карты. Например, лейтимейт Мигельды. Либо не, наверное, палец скину таки. Да, вначале у нас здесь будет мало дэмэджа, но потихоньку разгонимся. Мне главное дайте хил. Кстати, очень прикольно то, что, типа, этот босс с каждым раундом лочит нам какие-то определенные карты. Типа, какие-то... стойки он вроде лочит не сразу. Сначала он лочит дебафы. Дебафных карт в руке нет. Потом, вроде как, бафы. Либо что-то еще. Я не помню по очередности, но три раунда с этой командой мы можем состоять вполне спокойно. Потом лочатся дебафы. Нет, сначала дебафы вроде как. Вот это залучились у нас. Дизейбл, да, типа дебафы. Потом вроде лочатся бафы. Или стойки. Потом бафы, потом атаки. Вот, таким макаром. Но это все дело можно вполне спокойно брать. Вот ультимейт неприятный. Да у нас, блин, и урона-то уже много в руке. Кстати, вот этот баф дает уклон. Поэтому ультимейт мела, либо какие-то другие ультимейты, которые надобив. Но я сейчас специально босса не добью. Я скину какие-то вот такие вот типа бесполезные карты. Блин, нам хил не заходит. Вот так хреново. У нас как бы стартанул заход, но вообще нет хила. И это сильно печалит. Типа мелцы с Канором-то они хилятся, у них крутой вампиризм, типа все остальное. Преер он 8500 хилит. А, дайте хил. Хил. Теперь, теперь пережить. Ультимейт. И все круто. Потому что здесь есть один очень крутой момент, который многие не знают. Ладно, мы переживаем. Это круто. Все. Отлично, мы пережили. Сейчас будем хиляться. Основной момент заключается в чем? У него уклон. Это геморно. Это типа очень геморно в плане того, что у него уклон. Но для нас сейчас мы можем его убить ультимейтом мела, но я пожадничаю этот ультимейт. Я скину ультимейт мигельда, который тоже его точно добьет. То есть мы вначале похилимся. Можем в принципе даже в конце похилиться. Но вначале мы скинем карты салатаридной для того, чтобы стакнуть мела. То есть мела может потерять бафы либо еще что-то. Либо у нас неполная пассивка по уменьшению входящего урона. Вот этим моментом мы снова все это дело настахаем. Кстати, второй дебаф у нас что? Вот. Стенс. Это желтые стойки, да. Потом третий дебаф у нас будет на бафы и четвертый уже на атаку. То есть нужно за 2-3 раунда за 2-3 раунда типа добить баса. В принципе мы с этим справляемся. Я хочу сделать вот так. Это добивает баса. Эти две карты промахиваются, но стакают просто мела. И этот хил уже после добива баса нам хватит урона от ультимейта мигельды. Этот хил будет больше, потому что не будет работать пассивка грифона на нас. Но это не работает, когда мы переходим уже типа с этажа на этаж. Когда добиваем баса переходим с этажа на этаж. Кстати очень муторная пассивка. Вот. Типа ревайв на 50%. Можем кстати сразу ультимейт мела скинуть, но я не хочу. Я хочу ультимейт эски скинуть. Вот так. Вот так. И вот так наверное. Открываем хил. карту мела пускай будет. Он слишком сейчас настакан через Мигель Дуфрейера и самого себя. То у него дэмэджа будет чертовски много. Эски выдает хороший дэмэдж. Вот. Вот. Да. Типа за 3 карты мы забираем. Четвертая карта практически добирает. Здесь основные моменты. У него 3 геморные пассивки. Одна хорошая, вторая вот эта геморная, третья еще более геморные. Вот. Потому что ревайв его он очень бесячий. Но основной его дэмэдж ауешной практически не чувствуется. А в соло таргет это наводнение. И пытайтесь босса держать на лоу хп. Это основной момент. Ну а здесь что мы можем хильнуться. Ультимейт мела. Кстати ультимейт мела можно пренебречь. Ну типа грубо говоря мы не добьем сейчас например типа босса. Поэтому сейчас хильнемся чтобы получить еще стаки. И там типа три соло таргета потому что дальше будет босс эвэйдом. То есть мы будем промахиваться обыкновенными атаками. И ультимейт мела нам в этом плане поможет. Да мы его сейчас добиваем но в случае чего все равно храните ультимейт мела. Он полезен. Иногда он очень сильно понадобится. Очень сильно. А у вас его нет в руке потому что вы до этого его скинули. Все. Вот вам три этажа этой командой без линку основной момента я описал. А дальше смотрите проходите первый например второй этаж с Матроной например там с Мигельдой либо Матрона Гаутер Матрона Зеленый Артур и два дамагера. Либо же пытайтесь такой командой проходить. Но я реально проходил сейчас командой без линков. А линки дают очень много. Ну типа реально очень много. Вот. То есть если например сравнить то что я проходил сейчас у меня эсканор был 19 тысяч атаки. А если я поставлю линк Моэля А если я Моэлю еще дам ну как-никак какой-нибудь там атак критующий сет и у меня типа еще шестой Моэль 17 и 7 тысяч атаки 21 тысяч уже почти 22 тысяч атаки. То есть вы чувствуете разницу. То есть с линками эта команда проходит намного лучше. Можно по внешке Мигель я сама внешка не надо. Если вам нравится мне например Мигель да очень нравится поэтому она фловая по внешке. Фрейер все же нужен по внешке как один из немногочисленных ПВЕ персонажей которым нужна просто внешка для ПВЕ. Потому что он в основном идет под бестов и в принципе очень полезный персонаж. А Эсконор и Мел ну типа Мелу можно просто например пушки докупить. Если вам например не хватает урона но с линком Сарриэля ему хватает на все. Типа с линком Сарриэля все ему хватает вот так вот на все. Сюда какого-то там Тармиэля потому что Фрейера будут фокусить независимо от того какой у вас сет какой-то линк Тармиэля и сюда типа там уже все равно например линк Красного Мела как типа самого лучшего по атаке. Ну самая лучшая по стам среди всех трех ДМЕЛов. Вот и вот такую формацию фармит очень быстро. Чертовски быстро. Всем советую. Такой был полноценный так сказать типа гайд на в нынешних реалиях. Спасибо за внимание и увидимся когда-нибудь завтра если что типа заказывайте на стриме донаты кстати да стримы сейчас перешли на твич так что если что типа ребят добро пожаловать на твич эра твича наступила вот и на твиче ханкай тоже будет на твиче вот и в принципе там вы можете в случае чего заказать за донат типа так сказать вашу команду которую вы хотите опробовать посмотреть как она играет на хрисфильг я вам могу в этом плане помочь вот так что если что увидимся на стримчиках либо когда-нибудь в другом видосе пока ну да следующий видос уже будет по оленю пока едва